так друзья сейчас мы будем делать в обе вкусу в прошлом году я рассказывал вам в ролике как набрал земли в лесу вот сейчас сюда насыпал лесной земли выберу здесь немножко мусор лишний также у меня есть глина природная я также и насобирал сам это игре насушил вымочил а потом насушил порошком также добавим сюда немножко блинки этот грудь для питания и есть у меня торф который я также сейчас я добавлю вот в этой посудине приготовим смесь из лесной земли торфа и глины конечно никто лучше чем виталий с канала грин арт москву вам не расскажет о том как делать в обе курса именно у него и научиться делать эти логикуса но сейчас покажу вам как это делаю я качество викуса будет по многому зависит от того грунта который вы выберете можно взять грунт для кактусов или взять какой-то растительный аквариум грунт аквариумный грунт свой например а можно смешать грунт самому как это сделал я вот я выбрал в него мусор вот такой получился рассыпчатый грунт сейчас надо его смешать с аквариумной водой и довести до консистенции пластилина что сейчас я сделаю грунт у нас готов берем спагнум раскладываем его я показывал вам как-то недавно как я заготавливал этот спагнум в лесах карелии делаем вот такую вот подушечку плотную спагнума не жалеем укладываем так чтобы грунт не прошел сквозь спагнум вот такое получилось гнездо в середину гнездышка укладываем грунт делаем такую ямку небольшую в середине и сейчас берем хинодорус вот у меня такой хинодорус его тоже нужно слегка подготовить но подготовка заключается в чём у него есть свежие корни и есть корни старые старые корни мы без сожаления удаляем таким вот образом удаляем всю гниль наиболее старые листочки также удаляем порченые вот он уже у меня давно замокает в аквариуме часть листьев пропала этого допускать конечно не надо было но теперь остается их только удалить вот еще два старых листа смотрим так чтобы они были внешними эти листья как правило внешние намутовки хинодоруса но еще один довольно старый лист не бойтесь ударять старые листья они вновь быстро отрастут и теперь слегка подрезаем корни хинодоруса эта операция также необходимая лишние корни загнуться вот так вот подрезанные корни они вновь начнут куститься корней будет еще больше они еще лучше распушатся так и укладываем хинодорус аккуратненько в этот блин теперь я все заворачиваю вот таким вот образом немножко это обжимаем утрамбовываем и у нас получается вот такая вот кочка дальше берем нитки не просто начинаем эту кочку обматывать нитками я не буду все это дело показывать в подробностях сейчас я ее обмотаю и затем покажу вам что получилось когда обматываю точку не забываем ее обжимать и формировать также слегка прижимаем ее делаем ей плоское основание и заключение конец нитки берем и просовываем несколько раз сквозь кучку чтобы нитка у нас не распустилась вот и все засовываем конец нитки поглубже все в обе куса у нас готово нее можно помещать в аквариум вот так она выглядит нитку конечно я немножко пожалел лучше бы поплотнее побольше нитки намотать на эту обе куса нитки также не жалеем как не жалеем мог сейчас я достаю из аквариума старый хинодорус который рос здесь в грунте который потерял свои листья рос очень плохо вот отправляем его на реанимацию будем восстанавливать контейнер а на его место посадим хинодорус в бобикуси в бобикуси можно будет его сдвинуть в ту или другую сторону расположить так как нам нравится и слегка притапливаю в грунт настолько насколько это позволяет грунт чтобы барбусы у меня не растаскивали все это дело по всему аквариуму сейчас его еще сверху присыплю немножко песочком не будет окей ну вот где-то так примерно точно таким же образом у меня посажена в этот аквариум нимфея в бобикусе бобикуса здесь не видно самой а нимфея выпустила новые свежие большие листья и разросла здесь очень хорошо и таким же образом в бобикусе посажена вот этот хинодорус сама бобикуса также скрыта в песке но их всегда эти хинодорус и эту нимфею всегда можно переставить если что-то не понадобится не понравится при этом корни не повредятся если растение у вас не имеют мощной корневой системы то можно зараза заранее подготовить вот такую бобикусу ставите нее трубочку и теперь растение без корней мы сажаем в эту бобикусу вынимаем трубочку и быстро втыкаем туда растение пока отверстие не затянулось вот так слегка распределяем по бобикусе можно посадить туда разные растения разного вида сажаем как в горшок цветочный горшок ну вот мы растение посадили теперь слегка обжимаем бобикусу сейчас здесь затянется отверстие и растение будет надежно закоплены в бобикусе и все теперь этого бобикуса можно помещать в аквариум вот бобикуса помещена в аквариум в дальнейшем ее можно будет слегка замаскировать какими-то другими растениями ну примерно так что сама почка не бросалась в глаза для окочки лучше все брать нитки нейтральных каких-то цветов черный стальной но не белый чтобы нитки на бобикусе не бросались в глаза в дальнейшем растения подрастут расправятся и бобикуса примет нормальный вид таким способом я делаю бобикусы и помещаю их в аквариум можно просто взять готовую бобикусу проделать в ней отверстие и аккуратно воткнуть туда растение вот таким вот образом сажаем отверстие в отверстие растения точно так же как сажаем растения пинцетом в грунт после этого бобикусу слегка обожмем вот и у нас получится вот такая кучка